Что сейчас происходит в регионе, расскажет телеканал ПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. В Санкт-Петербурге сегодня второй день международного экономического форума. Накануне наш регион подписал соглашение с рядом крупных компаний и организаций, в том числе Газпромбанком и промышленным концерном ОМИА Урал. Кроме того, на полях делового саммита было решено, что в Поморье построят отель международного класса. Соглашение об этом подписали Игорь Орлов и учредитель компании «Промснаб» Ильдар Неверов. С утра губернаторы российских регионов встретились за деловым завтраком. Участие приняли министры, правительство страны, представители бизнеса, руководители крупных корпораций. Обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся топливной энергетики, добычи природных ресурсов, привлечения инвесторов для работы в особых климатических условиях, в том числе и в Арктике. Разговор продолжится уже на более высоком уровне во время пленарного заседания с участием президента страны Владимира Путина, который выступит сегодня на Международном экономическом форуме. Все подробности в 16 часов на канале ПС. К другим темам. Власти на местах будут отчитываться перед Министерством строительства России, как решается проблема обманутых дольщиков. Такое распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, регионы до 1 августа должны составить планы работы в этом направлении. В нем должна указываться перечень проблемных объектов, количество обманутых дольщиков, список недобросовестных компаний. Как заявил на Петербургском экономическом форуме министр строительства России Михаил Мень, цитирую, региональным властям важно усилить контроль за сроками строительства домов, которые возводятся с привлечением средств граждан, а также за восстановлением прав обманутых дольщиков. Конец цитаты. Сейчас в целом по стране около 900 проблемных объектов долевого строительства. Что касается Архангельской области, то в нашем регионе их 5. Впрочем, пока одни северяне ждут, когда их дом наконец-то будет достроен, другие шумостроительные техники крайне не рады. Отставить свои права на солнечный свет пытаются жители дома номер 52 по проспекту советских космонавтов. Напротив многоэтажки развернулась большая стройка, которая, по мнению жителей, портит вид из окон и закрывает солнце. Строительство началось год назад и велось поэтапно. С каждым новым этапом проблем становилось все больше. Также жители уверяют, что о публичных слушаниях, которые якобы проводил застройщик, их никто не известил. Вот сейчас началось строительство дополнительного корпуса. Его, кстати, нет нигде на планах. Застройщик нас дезинформировал. Эта вот махина своей стеной выходит мне прямо на гостиную, закрывает полностью весь обзор. Высотные корпуса закрыли от нас полностью солнечный свет. Это недопустимо в условиях северного региона. Строительство объекта в указанном жилом доме начиналось сначала с одного подъезда. У нас было первое разрешение в связи с земельными участками. Потом было второе разрешение и третье разрешение на этот трехэтажный дом. У нас все законно. На чьи на самом деле стороне законы? Есть ли у жителей близлежащих домов шанс отставить свои права? Большой репортаж смотрите в итоговой программе «Автограф дня». Эфир в 19 часов 20 минут на канале ТВ-центр. К другим темам. На территории 10 районов Архангельской области ожидаются заморозки. По информации Севгидромета, понижение температуры. Вероятнее всего на территории Конорского, Крыгопольского, Няндамского, Устьянского, Вельского, Шенкурского, Виноградовского районов. В Плесецком, Онежском, Холмогорском также похолодает. Заморозки могут длиться до 4 июня. При этом из-за влияния морского воздуха в Архангельске сохранится более мягкая погода. Большое празднование Дня Победы осталось позади. Но, согласитесь, повод, чтобы рассказать о героях того времени, не нужен. Тем более, когда нашим ветеранам самим есть что рассказать потомкам. В нашем эфире участник Курской битвы и снятия блокады Ленинграда, житель Архангельска Николай Сидорович Копайгора. История одного героя у Алексея Шемякина. Глядя на этого почтенного человека, сложно представить, что ему пришлось преодолеть. Николай Сидорович Копайгора вспоминает, в 1941 году он только вернулся с прогулки, когда объявили о начале войны. 19-летний Николай одним из первых ушел на фронт. Мы на звероты повернулись, на нее пошли, запели песню. До свидания, города и хаты. Нас дороги дальние зовут, молодые, смелые ребята, входим на поход. Народу было много. Мы песни поем, люди плачут. Николай Копайгора был обычным пехотинцем. Участвовал в битве на Курской дуге, был ранен. После госпиталя освобождал Ленинград. Дошел до Берлина и снова был ранен. Победу встретил в санитарном эшелоне. Приезжает в Москву, вдруг под утро бежит по поезду, начальник поезда, расчегнут петель. Все, за ним две сестры были, один говорит, война окончилась, немец капитулировал, все такое. Ну все так поднялись, посчитали сейчас, что он с ума сошел. Но в 1945-м война для Николая Сидоровича не закончилась. Он остался служить в группе советских оккупационных войск. В родной Архангельск вернулся только в сентябре 1947-го. Приехал я домой. Николай, не двора. Отец умер в войну. Мать больная. У нас четыре брата было, все на войне. После войны пришлось снова учиться жить. Николай Сидорович работал шофером, потом начальником гаража, был депутатом городского совета. Сейчас в возрасте 95 лет активно общается со школьниками и искренне радуется, что у нынешнего поколения все по-другому. Главное, чтобы они помнили, какой ценой досталась победа. Алексей Шемякин, Екатерина Исакова, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. Определены обладатели гранатов губернатора. Ими стали 26 социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий фонд конкурса составляет около 5 миллионов рублей. Финансовую поддержку получат 10 проектов в сфере культуры. Два из них будут реализованы в Котласе. Такой вот хороший подарок к вековому юбилею города, рассказывает Лариса Иванова. Четыре года подряд подарком Котласского театра драмы на день рождения города был театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам». Столетний юбилей сломал традицию. Впервые декорациями для театральных постановок станут улицы города. Открытие первого в истории Котласа международного фестиваля уличных театров пройдет здесь, в новом театральном сквере. Говорят, среди множества гостей будет и главный российский волшебник Дед Мороз. Театрализованные представления, цирковое шоу, игровые программы, мифические персонажи, ростовые и ходовые артисты. Ставка сделана на разнообразие жанров и звездные коллективы. Театр «Странствующие куклы» господина Пежо и Санкт-Петербурга – один из участников уличного шествия. Вместе с ними на контрасте в одной колонне академический театр имени Савина и Сыктывкара. Это будут совершенно сумасшедшие костюмы, сумасшедшие действия, сумасшедшие реквизиты. И вообще, что это будет происходить, я надеюсь, что это вызовет очень большой резонанс в Котласе. На проведение первого международного фестиваля уличных театров Котласский драматически выиграл губернаторский грант – 700 тысяч рублей. Большим счастьем для организаторов было получить согласие от итальянского театра, ателье «Кункион». Гости покажут мультидисциплинарный уличный спектакль с живой музыкой. Еще одним обладателем губернаторского гранта в сфере культуры стал совместный проект Котласской детской школы искусств и руководителя Архангельского государственного камерного оркестра Владимира Анофриева – «Летняя музыкальная академия». Она пройдет в конце июня. Уже в пятый раз «Гамма» соберет в своих стенах музыкантов всех возрастов из разных уголков не только России, но и за границей. Если это учащиеся школы, то есть возможность поступить дальше в среднее или высшее учебное заведение по профилю. Если же это уже студенты работают с профессурой, то они накапливают опыт. Подобные проекты, как «Летняя академия музыки» в Котласе, направлены на возрождение интереса классической музыки. Такая практика обмена опытом, семинаров и открытых концертов уже давно существует в Европе. Котласскую программу академии приезжие профессора сравнивают со столичной. Мы продолжим знакомить вас с новостями регионов. 16 часов. Хорошего дня и до встречи.